Выставка, которая открылась в Музее градостроительства и архитектуры Симбирско-Ульяновска, приурочена к юбилеям Евгения Петрова и Ильи Ильфа, авторов знаменитого романа. Она так и называется «в жанре 12 стульев». На создание выставки подтолкнули научные исследования сотрудников музея. Вновь исследуя большую справку, посвященную этому дому, дому Подгорновых и Косолаповых, мы обратили внимание на то, что раньше пробегали, не обращали пристального внимания. Обнаружили, что семейство, которое жило в этом доме, обладали особыми талантами, талантами к мошенничеству. И проделывали это не раз, передавая этот опыт и этот талант по наследству. На выставке посетители узнают 12 историй о делах великих комбинаторов. В конце 19 века, как гласит циркуляр департамента полиции, разновидностей мошенников было больше десяти. Женихи, кукольники, шулеры, шантажисты, фальшивомонетчики и другие. На этой выставке представлено, кроме вот этих замечательных 12 стульев, которые напоминают нам о приключениях знаменитых мошенников, с каждым стулом связана своя история. А также представлены из фондов музея-заповедника Родин Ленина достаточно интересная коллекция предметов, которые вызывала у людей определенного склада, назовем их мошенниками, в 19-м начале 20-го века, желание их использовать для обогащения. Ковш, олова и воронка – орудия, которые использовали мошенники при изготовлении поддельных серебряных монет, а рядом – результаты их труда. Мы пофантазировали и представили, что это кабинет и рабочее место мошенника. Здесь бумаги, которые пользуются популярностью у мошенников, потому что их можно было поделать и выручить барыши с этого. Например, поделать свою личность, изменив паспортные данные или изменив документы на собственность. Структура выставки напоминает череду самостоятельных юмористических новелл, которые скрепляются между собой общей темой – поиском сокровища, стремлением к легкому обогащению. Посетителям будет интересно познакомиться не только с экспонатами, но и узнать схему мошенничества, чтобы не попасть в сеть современных аферистов, намонахов, пробиреров, сборщиков пожертвований. Увы, меньше их не стало, и действуют они по старинке.